Терроризм и наркомания одинаково опасны для общества. И то, и другое приводит к массовой гибели людей. Сегодня в Доме правительства прошли заседания антитеррористической и антинаркотической комиссии, на которых обсуждались действенные способы профилактики асоциальных проявлений. Реализация мероприятий по противодействию терроризму, совершенствование работы с людьми, подверженными деструктивному влиянию и оказание профилактического воздействия на них – таковы главные вопросы заседания. Только в этом году проведены сотни различных мероприятий, способствующих укреплению и развитию толерантного мировоззрения у населения. Профилактические и воспитательные беседы, форумы и круглые столы, фестивали и конкурсы. Наша задача – эффективно взаимодействовать среди государственных власти всех уровней и добиваться соответствующих результатов. За последнее время, несомненно, намного удалось добиться в сфере укрепления общественного порядка. Об этом мы подчеркиваем. Это позитивно и воспринимается нашим населением доброжелательно. Сохраняется атмосфера взаимоважения и диалога между мигрантами и местным населением. В республике проводится курс, направленный на повышение уровня защищенности критически важных, а также других потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспорта, промышленности и межмассового пребывания людей. Уделяется внимание и военно-патриотическому воспитанию. Широкое развитие получило волонтерское движение. По численности волонтеров Чувашия стала лидером в Приволжском федеральном округе и заняла пятое место в России. Вся эта работа способствовала росту числа жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Чувашии. Согласно исследованию в 2015-м, позитивную оценку дали практически 90% респондентов. Также сегодня состоялось заседание антинаркотической комиссии. Сейчас большое значение уделяется совершенствованию работы химико-токсикологической лаборатории Республиканского наркологического диспансера. За 10 месяцев этого года проведено свыше 7 тысяч химических исследований, большая часть из них на наркотические вещества. В 2015-м году из республиканского бюджета выделено около 300 тысяч рублей на обеспечение лабораторией химореактивами. Но главным направлением, конечно, остается работа с пациентами. За 10 месяцев 2015 года реабилитацию прошли 337 человек. Почти всем помогли трудоустроиться. Разработана дорожная карта формирования регионального сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психоактивных веществ в Чувашской республике на период 2016-2017 годов. Мероприятия дорожной карты включают в себя основные направления следующие. Это прежде всего развитие системы социального обслуживания семей, имеющих в своем составе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, мотивационная и реабилитационная работа с потребителями наркотиков и ресоциализация потребителей наркотиков. Все это должно содействовать цели сокращения спроса на наркотики. Сегодня Чувашия – единственный субъект страны, где наркообстановка улучшилась. Однако расслабляться нельзя. Серьезную тревогу вызывает увеличение продаж синтетических наркотиков через интернет. Профилактическую работу нужно вести еще активнее, объединив усилия всех структур. Члены заседания решили создать экспертный совет при антинаркотической комиссии. Он должен оценивать деятельность некоммерческих организаций, оказывающих в Чувашии услуги по реабилитации и ресоциализации людей, потреблявших наркотические средства. При оценке будут рассматриваться базовые условия, сам процесс, результаты работы, а также информационно-просветительская и публичная деятельность.